Девушки отдыхают Выехали из тоннеля Золотого моста и оказались на мосту Золотые ворота в Сан-Франциско. С этого фантастического события начинаются приключения героев художественного фильма «Смотрите, как красиво». Картина о Владивостоке режиссера Владимира Сиденко выходит в широкий прокат в конце декабря. О том, как проходили съемки, с какими сложностями сталкивались создатели фильма, почему им пришлось нарушать закон в Сан-Франциско и что именно вдохновило жителя Владивостока снять полнометражный художественный фильм о нашем городе, узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Владимир Сиденко, режиссер фильма «Смотрите, как красиво». Здравствуйте. Арсений Сиденко, юный артист фильма «Привет, Арсений». И Кирилл Киреев, продюсер фильма «Смотрите, как красиво». Здравствуйте. Очень рада видеть вас у нас в студии. Поздравляю вас с тем, что наконец-то работа над картиной завершена. Я представляю, насколько она была серьезной, большой и сложной. И хочу для начала спросить, так ли действительно строится главный сюжет фильма? Неужели герои въезжают в туннель «Золотого моста» и тут же оказываются в Сан-Франциско. Да, и происходит телепортация, происходит чудо. Происходит чудо, да. То есть это фантастика? Ну, фильм музыкально-приключенческий с элементами фантастики, будем так говорить. Ну, фантастика помогает, элементы фантастики помогают просто перемещаться между двумя красивыми городами, ну и строить саму историю, рассказ. Понятно, что у всех секретов сюжетной линии раскрывать не стоит, иначе будет неинтересно смотреть. Но не могли бы чуть-чуть больше рассказать, что же ждет героев фильма дальше? Ух, ну, герой теряет детей. В Сан-Франциско. В Сан-Франциско, вернее, возвращаясь из Сан-Франциско в Владивосток, герой встречает себя со своими детьми во Владивостоке, в Сан-Франциско. Масса реальностей параллельных, вот, и сложно понять, куда он попал, находит детей. В общем... Элементы триллера тоже присутствуют. Да, 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 естественно. Ну и все это на фоне красивой нашей музыки, нашей, имеется в виду, приморской, потому что саундтрек написал тоже я полностью к фильму. И добавил в свои произведения Ляла Гутенко и группа «Марлины». Вот, собственно, все приморцы, саундтрек приморский. Как и фильм. Музыканты, любимые музыканты Владивостока. Хочется сразу заострить внимание на названии. Я ведь знаю, что оно родилось там же в тоннеле на Золотом мосту. Давайте расскажем, как. Благодаря Арсению... Ох, эта история уже... Это же вообще идея фильма получается. 2012 год. Да, то есть с этой фразы начались мысли о сценарии, о создании фильма. То есть 2012 год, когда у нас открыли все эти мосты, тоннели и так далее, город стал другим абсолютно. Народ ринулся 12-го числа смотреть на новый силуэт города. Поехала и наша семья на машине. Мы восхищались, восторгались. Одинственно, Арсений сидел молча, как Бука, и не реагировал на все эти красоты новые. Но когда мы заехали в тоннель у фуникулера, съезжая, да, с Золотого моста, он настолько впечатлился иллюминацией тоннеля, что начал кричать, смотрите, как красиво! Смотрите, как красиво! Вот так было произнесено. Как красиво, да. Мы посмеялись, но фраза как-то запомнилась. И вот в течение двух, по-моему, лет, трех лет, двух лет, да, вынашивая ее в голове, я как бы строил сценарий, писал, переписывал. И когда он был готов, ничего не оставалось делать, как начать работу над фильмом. И признаться, так сказать, в любви этой картины своему любимому городу. Это, получается, наверное, первый полнометражный художественный фильм. Музыкально-приключенческий. Музыкально-приключенческий. О Владивостоке, все-таки, посвященный Владивостоку. Именно, да, по сути, нашему городу. Очень здорово. Как и есть. Кирилл, а как вы начали работу над фильмом? Как познакомились, как происходило? Вообще, все произошло как раз в то время, когда Владимир шел, унашивал сценарий. Абсолютно случайно мой друг, ну, не абсолютно случайно, мой друг познакомил меня, получается, с Владимиром. Говорит, тут режиссер ищет интересных людей. То есть была мысль показать город не просто город, здание. Через людей. То есть интересные люди, как бы, символы города тоже. То есть, ну, показать жизнь всю эту. Ну, и Владимир меня пригласил на съемки, сняться в эпизодах. А меня это так увлекло, и я думаю, блин, здорово было бы. Хочу дальше продолжать. Приложить руку. Да, и меня Владимир пригласил на локацию, на съемки записывать звук. То есть я записывал звук на съемочных площадках. И дальше у меня созрел вопрос, летали ли в Сан-Франциско и будут ли, ну, полетят. Владимир говорит, обязательно, говорит, полетим, только нужно финансирование. Ну, и предложил мне должность продюсера найти партнеров. И, собственно говоря, я начал заниматься поиском партнеров. И вот мы полетели. Они нашлись, да, и фильм отснят. Интересно хронологию событий съемок, сейчас пересказать, я думаю, где начинали снимать, где было сложнее. Насколько я знаю, для меня было неожиданностью, что Владивосток, как оказалось, больше подвел, например, с погодой. И по сути было сложнее снимать в родном городе, чем в Сан-Франциско. Начинали снимать во Владивостоке, да, ловили погоду. Ну, вы сами знаете, что в нашем городе поймать хорошую погоду довольно сложно, тем более в июне, скажем. Катастрофически сложно, я бы сказала. Вот, и город хотелось показать солнечным, ясным, ярким, таким, как я вот его помню с детства. Почему-то в детстве он у меня был вот солнечным даже в июне. Вот, и ловили деньки, прямо вот по дням ловили. В Калифорнии там все просто, в Сан-Франциско. Там стабильная, стандартная погода, каждый день ты знаешь, какое солнце, какие тени будут, где, как, что, да. Единственное, там проблема была, через 2-3 дня покрываешься загаром. И он, еще через 2 дня, он становится темнее и так далее. То есть, вот с этим приходилось бороться. А у нас ловить погоду, да. А сколько времени ушло на съемки в Сан-Франциско и на съемки во Владивостоке? Ну, в Сан-Франциско мы снимали где-то около месяца, около месяца, с учетом 2-й поездки. Довольно долго. Да. А в Владивостоке, ну, днями ловили, то есть, практически года 2 мы ловили. Ловили ежедневно, сидели на прогнозе, прямо все, тюнь, резко собирается, помчались на съемки. Вот, мало того, сценарий, как сказал один великий, сценарий не пишутся, а переписываются. Вот, и наш сценарий тоже переписывался вплоть до постпродакшена, вплоть до монтажа, да. Вот, и, соответственно, мы, а кроме того, мы делали несколько предпримерных показов. И, глядя на реакцию публики, смотрели, что интересно, что нет, где затянутости, да, что можно поменять, изменить. Вот, благодаря этому мы опять это все перемонтировали. Вот фильм, который увидят телезрители на уже на премьере, да, это будет седьмая версия. Седьмая версия фильма. И вот там она настолько перемешана, что не поймешь, где, что и как, но в итоге... Ну, вы уже остановились. Получилось уже довольно-таки динамично сначала, мне самому тоже, ну, не нравились. Владимир, давайте там музыку там так, так, так переставим. Ну, прям, ну, не ложилось. А потом раз, 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 и оно само с собой понакатанное пошло. Он стал жить своей жизнью, диктовать свои условия. Кто мог подумать? Собственно, уже на постпродакшене, да, так называемом, происходит, наверное, все-таки основная работа, и даже переписка сценария бывает. Совершенно верно. Интересно. Совершенно верно. И до съемка, пересъемка некоторых даже эпизодов. Арсений, ты, я смотрю, заскучал. Расскажи нам, что тебе запомнилось больше всего из съемок, и как тебе вообще такой опыт быть артистом художественного кинофильма? Что запомнилось? Мне больше всего запомнилось представление цирки. Где у нас здесь, в Юстоке? В Сан-Франциско. Вот так. Ну-ка, расскажи нам подробнее об этом. Я знаю, что ты тоже даже поучаствовал в нем. Да. Ну, меня позвали на сцену помогать номера всякие делать. Помогать, помогать. И я познакомился с американской девочкой и подарил ей цветок. Даже романтичная история образовалась такая. Романтическая история, да. Да, мало того, ему заплатили за работу, никто не ожидал. Долларов. И этого не хватило даже на бутылочку клыкала. Ну, главное внимание, правда, это самое приятное. А это получилось случайно, да? Это получилось случайно. Мы искали локацию для съемок эпизода прогулки по Сан-Франциско. Эйфорические прогулки, когда люди попадают в другой город, в другую страну, неожиданно для себя. И вот это эйфория. Вот мы искали локацию для съемок. И были на 39-м причале Пирсии, где вот эти тюлени живут. И совершенно случайно там шло цирковое представление. И Арсения заметили со сцены, позвали на сцену. Человек не знает английского языка, но тем не менее. Сориентировался. Да. И получилось очень здорово. Я оператор стал снимать, снимать, чтобы не происходило. Вот Иван, к сожалению, его сегодня с нами нет. Не в том плане. Он в городе, он живой. Мы его любим. При съемках никто не пострадал. Ваня все отснял великолепно. И вот эпизод как раз вот этой романтической истории попал у нас в фильм, где Арсений дарит цветок американской девочке. Здорово. Вернее, он ей предлагает цветок, либо доллар. И девочка выбирает цветок. Слушайте, здорово. И это все вошло в картину. Мы сможем увидеть этот момент. Я знаю, что бюджет фильма рекордно мал. Нулевой. Он практически нулевой. При этом я видела трейлер, думаю, как и многие жители нашего города. Он замечательный, снято очень здорово, круто. Расскажите нам, может быть, раскроете секреты, на что снимали? Как удалось при таком бюджете? Если не секрет, можете его озвучить, потому что, конечно, это феноменально. Ну, своего рода, да. Не имею 100 рублей, имея одного хорошего продюсера, который не имеет тоже 100 рублей, но имеет массу людей, которые могут стать партнерами, достойными фильма и поддержать. У нас более 24, по-моему, партнеров, да? Более. Да, более 24, которые нам помогали и с билетами, и с визами, и даже МИД России нам помог. Но фильмы уже присвоили статус федерального значения. Да, и поэтому мы летали в Соединенные Штаты как дипломаты по визам дипломатическим. Ну, это облегчило, да? Это облегчило нам много проживание там и работу, потому что я вот некоторыми штуками поделюсь. Вы спросили, на что и как снимали. Снимали мы фильм, это опять же слово о бюджете нулевом, да? Мы снимали на обычные зеркальные фотоаппараты Canon, на экшн-камеру Sony, Соньку, вот, и на телефон Samsung Galaxy Note 4. Ну, это камеры и телефон, они позволяют снимать в качестве 4К, то есть киношном. Поэтому, как бы, в фильме и не поймешь, где что, да? Вот, и вот эти зеркалки, то есть мы были как обычные туристы с фотоаппаратами. Вот, и это позволяло нам спокойно заниматься съемкой в любом месте, в любой локации, которую мы для себя выбирали. А по законам штата, это, кстати, вот о нарушении, то, что вначале сказали. Да, да, это обязательно стоит рассказать. Да, по законам штата Калифорния, любая кинокоманда, которая снимает что-либо на территории города или округа, да? Налог. Да, обязаны платить налог 300 долларов за один съемочный день. Мы жили там месяц, то есть у нас таких денег, естественно, не было, и, наверное, никогда бы не было. Но это фильмы с другим бюджетом могут себя позволить, конечно. Совершенно верно, да, совершенно верно. Поэтому мы везде были как туристы, ну, а за эти 300 долларов обычно дают просто толстого полисмена с пистолетом, который там... То есть с лентой он заграждает полностью все? Слетит за процессом? Сидит за порядком. Ну, он нам был не нужен. И благодаря вот этой мобильности фотоаппаратной, да, фотоаппаратно-телефонной, мы как бы довольно оперативно, если нужно было, повторяли съемки. Там были съемки, например, съемка с тоннеля, а на тоннеле подниматься, останавливаться на хайваях запрещено, на тоннеле подниматься, естественно, запрещено. Но, как бы вот, благодаря тому, что мы были мобильны, мы сделали интересные кадры. И на тоннеле забирались, и на хайваях останавливались, и номера перекручивали, и... Смотовственные нарушения. Да, и нас ослабливала полиция, потому что Кирилл после съемочного дня снимал российские номера с машины. Мы остановились, сейчас расскажу, остановились, получается, возле кафе, ну, все уже закончили снимать, и я перекручиваю номера наши российские на калифорнийские. И дамочка сидит, пьет кофе, видит все это дело, тут же вызывает полицейских. Проходит буквально 2-3 минуты, и две машины, полицейские с мигалками, просто подъезжают, вот так переграждают путь, и задают вопрос, это ваша машина? Я такой, да. Вы меняли номера? Я говорю, нет. Вы киевисты? Кто водитель? Я говорю, вот, водитель, пожалуйста. Ну, и Владимир, единственный человек, который у нас свободно разговаривал по-английски, сказал, говорит, нет, мы ничего не делали, у нас все хорошо. Ну, что мне оставалось делать? Конечно. Это очень долго было бы объяснять, да. Нам бы, конечно, ничего не сделали, нас бы депортировали просто, так как мы были там как дипломаты, но хотелось же сделать дело, поэтому пришлось немножко солгать. Кстати, отличный пример того, когда было бы желание, да? Совершенно верно. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о художественном фильме о Владивостоке «Смотрите, как красиво». Я знаю, что вы не все сложности, которые возникали в процессе съемочном, не о всех них рассказали сегодня, были такие курьезные, я бы даже, наверное, сказала. Ой, курьезов была масса, и почему вот мы снимали так долго получается? В принципе, фильм был снят, если так посчитать, по дням, да? Ну, в течение месяца, месяца и не масса, максимум полтора месяца ушло на съемки фильма. В чистые дни, да? Чисто, да. Но растянулись они практически в два года. Почему? Потому что, во-первых, погода. Ловили приморскую погоду нашу, Владивостокскую. Во-вторых, вот этот молодой человек вдруг решил сбросить передние зубы. Вот, и нам пришлось ждать, ну, сколько они растут, практически год до того уровня, как, вот это тоже было. Все ради главной роли. Совершенно верно. Менять было уже поздно, потому что кадры американские уже были отсняты. Опять сюда ехать, извините. Да, это было бы достаточно проблематично, конечно. Да, это все, это крафт. Поэтому пришлось ждать, ничего не оставалось делать. Ну, зубы выросли. Да. Они росли в кадре, то есть, они же быстро растут, молодежь. Вот, и вот финал, когда мы снимали, там у нас есть история, что и американская семья попадает к нам, как и мы туда. И вот, ну, мальчики уже были высокие, мы снимали этот эпизод на набережной. И нам пришлось их садить, помните, там есть такие статуи, тигрята такие, да? И нам пришлось их посадить рядом с ними, чтобы рост не выдавался, ну, как бы скрыть рост, что они уже... Да, уже вытянулись. Потом был вариант, когда мы все вместе, мама и дети, и папа, счастливые, пошли на Верокс на открытие, да? Ну, старший сын был выше мамы. То есть, ну, это длится несколько секунд, это киноляпы, думаю, нам простят. Да, стоит отметить, что ведь не только Арсений, да, снимался еще и фрат Арсения. Да, Елисей. А почему снимались мои дети, как бы я тоже стал актером этого фильма, потому что как раз вот из-за поездки в Сан-Франциско. Для того, чтобы вывезти туда... Возникли сложности. То есть, по вывозу детей, тем более чужих, это столько всякого, через нотариусы оформляется. Мало того, месяц с чужими детьми там и как-то за ними, а родителей никак детей вывезти было нельзя, бюджет ноль, да? То есть, поэтому пришлось моим детям сыграть моих детей, а мне их папу. Пришлось. Пришлось, да. Я думаю, вы не расстроились из-за этого. Нет, мы после предпримерных показов устраивали творческие встречи со зрителями в кинотеатрах и в Хабаровске, и в Востоке, и в этом... В Артеме, в кинотеатре «Шахтер». Да, и в лагере «Океан» нашем. Которые, кстати, пользовались большим успехом. Я знаю, что картину уже приняли на ура. Да, и мы общались со зрителями, как бы поняли, что у нас тоже какие-то актерские данные присутствуют. Все-таки. То есть, не испортили мы своим присутствием наш фильм. Безусловно, не испортили. Более того, как я сказала, картина очень понравилась, запомнилась. И я уверена, что все с нетерпением ждут уже широкого проката. Мы сами с нетерпением ждем. Ну, уже скоро. А пока, Арсений, расскажи нам все-таки про съемки-то побольше. Что запомнилось, с кем тебе больше всего понравилось сниматься, в каких сценах? Поделись с нами. Мне больше всего понравилось сниматься с дядей Ильей. Он великая звезда, и я хочу быть таким же, как он. Я так понимаю, речь об Илье Лагутенко. Когда он бредит, для него это такой пример. Если честно, я тоже восхищаюсь этим человеком. Безусловно, конечно. И опять же, если честно, я как так Мумитроль, коллективу, всему творчеству, группы Ильи и группу Мумитроль относился, ну, никак. То есть, ну, вот. А потом, когда он мне стал необходим по сценарию, как актер, да, я стал слушать, я вдруг понял, что это мое. Мало того, когда мы встретились с Ильей и пообщались с этим удивительным человеком, он мне дал карт-бланш на использование всех его произведений в фильме, вот. И туда пошло несколько, и причем очень достойно, и они украсили саундтрек настолько, вот. И в двух словах, то есть, он, у него жизнь расписана на годы вперед, сами знаете, поминутно, да. И нам его нужно было выхватить на съемки. Он у нас снимал в двух эпизодах, с промежутком в год. Вот, причем звук второго эпизода писался, первого эпизода писался во время записи второго эпизода съемок, да. И человек летит из Лос-Анджелеса, там, куча часов вот этих, да, прилетает, час спит, у него расписано там открытие Аверокса, мероприятие, вагон, маленькая тележка. Нет, он приходит к нам на съемку, уставший, мертвый, садится с гитаркой. Мотор, все, лампочка вспыхивает, и человек отыгрывает. На ура. То есть, если человек талантлив в чем-то, он талантлив во всем. А эпизоды с Ильей Лагутенко снимались и во Владивостоке, и в Сан-Франциско? Нет, в Владивостоке. Во Владивостоке. Оба здесь. Была мысль там тоже, но его не было. У них концерт тогда был в Германии, а мы не смогли выходить. Если бы он в тот момент был в Лос-Анджелесе, я думаю, мы что-то придумали. Нет, ну то, что, как вы сказали, уже здесь удалось, человек нашел время, для этого приехал. Опять же, понимаете, вот этот эпизод опять держал фильм. То есть, целый год мы ждали возможности снимки второго эпизода. Ну, оно и понятно. Планируете ли в ближайшем будущем создавать художественные фильмы? Да, сценарий уже почти дописан. Уже работаем. Уже работаем над этим. Этот фильм чисто приморской выпечки, в кавычках, о Приморье, о Гольдах, о Дерсу-Зала, если честно. Фильм, рабочее название Дерсу-Зала «Жизнь после смерти», сценарий написан по рассказам сына Арсеньева Владимира Владимировича. Мало того, наш продюсер Кирилл Киреев наполовину «Гольд». Вот, на Найц, мы были уже на Найском районе Хабаровского края, там встречались с Найцами, жили с ними немного, снимали краткометражку документальную для Министерства культуры Российской Федерации о том, как они живут, как происходит, об их традициях и так далее. Помогал нам в этом гонконгский режиссер Кейм Ло, который работал. Совместно было, мы ездили на Секачалян и там вот снимали все эти Петро. Но фильм сниматься будет здесь, в Приморском крае, то есть полностью мы предоставим рабочие места приморцам, мы будем снимать на местном материале, на местных локациях, то есть фильм. Хотелось бы, хотелось бы, только сценарий. Хабаровские нам тоже будут помогать в плане изготовления костюмов, декораций. Фильм будет, наверное, на найском языке с субтитрами, но фильм будет снят не просто как бы в стиле, вот как снимал Курасава, там, да, кто там еще, два или три фильма, по-моему, есть. Вот, мы его, сценарий прописан в виде приключений Индиана Джонс. Вот у нас Арсеньев Эдерсу Залай, такие Индиана Джонс и кто там его. Ладно, не будем, я уже много сказал. Не разбивайте всех секретов, я думаю, что... Это будет увлекательный экшен, но основанный на реальных событиях. Здорово. Арсений, ты что-то хочешь сказать, я вижу. Да, это тоже было в Сан-Франциско, я хочу рассказать про ступеньки в Сан-Франциско. Когда вот по ним идешь, они играют музыку, как на пианино. А, это такие, да, такая лестница, видишь пианино, это музыкальное, под клавиши раскрашено, и реально, когда по ним вступаешь, вот звуки, все как на пианино. И что? Ты мечтаешь вернуться туда, я так понимаю? Да, я хочу вернуться и попробовать сыграть аккорд в доме соль. До мажор. Да, до мажор. Я думаю, что все получится. Будет повод еще раз съездить и вспомнить, как проходили съемки. Арсений, ответь нам на вопрос, который вызывает много споров и волнует до сих пор многих жителей нашего города. Все-таки, действительно ли настолько сильно похожи Сан-Франциско и Владивосток? Ну, они были, конечно, на разных частях. На разных берегах одного океана, да? Тихого океана. О, Тихого океана. А какие-то районы, да, увидел похожие дома, может быть? Было такое? Ну, да. Не сильно видел. Его больше впечатлили, впечатлил цирк, да? Да. 39-й причал. Цирк, знаменитый крабовый суп. А, ну да. А, я читала в одном из твоих интервью, да, ты говорила крабовом супе, что тебе понравился. Он нам всем понравился. Ну что ж, я желаю вам вернуться еще раз в Сан-Франциско, чтобы исполнить мечту Арсения, а может быть еще снять какой-то интересный фильм. Желаю вам реализации планов с той картиной, о которой вы рассказали, нам раскрыли секрет сейчас. Спасибо за то, что вы сделали такой подарок жителям города, края. Сделали первый художественный фильм о Владивостоке. Я уверена, что он пройдет на ура, премьера пройдет на ура. И сейчас предлагаю пригласить как раз. Нет, сама премьера всероссийская и вседальневосточная будет 17 мая 2018 года. Потому что перед этим еще будет кампания, реклама и так далее. Ну, как положено. Но мы-то увидим раньше. Мы да, но мы увидим раньше, горожане. Я с 25 по 29 декабря приглашаю всех наших горожан в Пушкинский театр. Там будут даны несколько предпримерных показов нашего фильма. Вот уже его седьмого варианта, финального. И у вас будет возможность познакомиться с фильмом до всероссийской и дальневосточной кинопремьеры. Кроме того, кроме фильма, мы будем общаться со зрителями. Нам можно будет задавать вопросы. Мы будем рассказывать еще больше интересных историй о том, как это все снималось. Фильм семейный. Категория 0+. Приходите все, берите всех детей. После фильма еще будет интересное представление. Детская музыкальная сказка. Так что ждем с 25 по 29 декабря. Пушкинский театр. А вам большое спасибо, что пришли сегодня к нам на программу. Еще раз желаю вам успехов в вашей работе. И желаю побольше бюджета. Спасибо большое. Это немаловажно. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин